Тимирлан решил сыграть такого дурачка, что я думал, что это все бесплатно. Они уже вошли в доверие и, соответственно, мы с ними начали работать. То есть я никогда не думала, что возникнет такая проблема. На протяжении лет политпартия СДПК с завидным постоянством сотрясала общественность различными скандалами. То конфликт между молодежным крылом и политсоветом СДПК. На балансе государства всего шесть вертолетов. Два из них в нерабочем состоянии. То скандал с несостоявшейся отправкой вертолетов в Сомали. Или, к примеру, в 2020 году представители СДПК используют поддельные документы для регистрации на выборы. Ну а теперь партия и вовсе подозревается в подкупе голосов. Мы открытая политическая партия. Мы партия, которая 33 года работает. Среди целой кучи скандалов есть еще один. Рекламно-производственная компания Байнел обратилась к журналистам с просьбой предать огласке их конфликт социал-демократами. А конкретнее историю, связанную с исполнением судебного решения в отношении этой партии. Тимирлан решил сыграть такого дурачка, что я думал, что это все бесплатно. У меня в этот момент я просто переклинился. И на протяжении двух лет социал-демократы, это партия, не выплачивают свои долги. Они вошли в доверие и, соответственно, мы с ними начали работать. То есть я никогда не думал, что возникнет такая проблема. 18 сентября 2020 года между ОСО Байнел и политпартией социал-демократы был заключен договор на изготовление агитационных материалов на сумму 1 миллиона 200 тысяч сомов. ОСО Байнел выполнила свои обязательства, но партия так и не внесла оплату, ссылаясь на ограничения по использованию избирательных фондов, сетуют представители компании. В июне 2021 года Ленинский районный суд города Бишкек постановил взыскать с политпартии социал-демократы в пользу компании 1 миллион 144 тысяч сомов. Решение вступило в законную силу, но его исполнение и по сей день не осуществлено, несмотря на все попытки судебного исполнителя и наложенные аресты. Данный договор они заключили в нарушении их положения, согласно которому они должны были работать и оплату произвели до произведения, то есть изготовления этих агитационных материалов, то есть по предоплате, а не по соплате. Однако они заключили договор по постоплате и должны были оплатить за агитационный материал, несмотря на итоги выборов 2020 года. Однако по окончании выборов также социал-демократ продолжал не оплатить за получение агитационных материалов. В ходе судебного заседания Ленинского районного судей мы доказали суду о том, что они получали все эти агитационные материалы, использовали своих подвыборных речах в агитационных материалах. И решение суда 1 июня 2021 года было вынесено в пользу Оссо Байна, а взыскание с политической партии в пользу Оссо Байна 1 миллиона 144 тысяч часов и государственному пошину. Определение общественного городского судо 6 сентября 2021 года было оставлено в силе. Все адвокаты польской партии ходили на судебное заседание, участвовали, возражали, приводили свои доказательства, однако не смогли доказать суда их свои доводы. С 2020 года СДПК исправно принимает участие в выборах и вкладывает значительные средства в избирательные кампании, позабыв об обязательствах перед Оссо Байна. Представитель кампании расценивает ситуацию не только как нарушение прав, но и как вопрос моральной ответственности перед обществом, ведь полипартия, претендующая на поддержку граждан, должна демонстрировать уважение к закону и своим обязательствам. 25 ноября 2021 года было получено уже 2 ноября исполнительный лист. 25 ноября было вручено предложение о добром неисполнении. На то время председатель партийской партии являлся председателем им. Лан Султанбеков, в отношении которого было ограничение на выезд наложено судебным исполнителям. Но в 2022 году, если не ошибаюсь, необходимо было срочно улететь в Женеву для участия в пресс-конференции или в каком-то мероприятии. Я обратился к судебному исполнителю за снятие ограничения. Судебный исполнитель отказал, однако они, найдя определенную лазейку, сменили руководителя политико-партии на не особо, и таким образом именно Султанбеков успешно вышел за пределы территории. После этого политико-партии на все наши адресы здесь судебного исполнителя наприваются коотношения и продолжают не исполнять, бездействовать решение суда, хотя они в своих предвыборных компаниях потратили очень большую сумму денег на средства. В сентябре 2023 года юристами компании было подано заявление о признании должника банкрота. На сегодня это дело рассматривается Ленинским районным судом Бишкека. Однако они там тоже затягивают, обжаливают подсудность дел таким образом по существу. Пока что дело не рассмотрено, решили, где мы не сможем. Но мы считаем, что справедливость на нашей стороне, раз уж политико-партия не исполняет свои договорные, обязательно не исполняет решение суда, это говорит о том, что политико-партия находится на грани банкротства. И мы теперь намерены добиваться решения суда о признании политико-партия ССАД-демократа банкротом. Вот такие у нас двойные стандарты. Поэтому о высоких моральных, нравственных норм относительно данной политико-партии, его лидеров, говорить не приходится. В 2010 году в Кыргызстане был принят кодекс этического поведения полит-партии, который в том числе призван исполнять требования Конституции и законодательства нашей страны. Но, видимо, отдельные полит-партии позабыли об этом своде. И на лицо двойная мораль. Когда какое-либо объединение применяет определенные правила для конкретной ситуации, а в другой ситуации делает противоположное. Это равносильно тому, как ребенок, который осознанно понимает разницу между поведением на людях и дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...